Приветствую, друзья, с вами Тимур Гаренин. В прошлом ролике многие просили объяснить, как работает рамочная антенна с полуэкраном. Этим мы и займёмся сегодня. Но кроме того, я заметил, что большое количество людей валит в одну кучу рамочные антенны и петлевые, а ведь это совершенно разные типы антенн. Поэтому сначала нужно ликвидировать путаницу, а затем переходить к обсуждению рамки с полуэкраном. Итак, что такое и как работают петлевые антенны? Для начала представим себе полуволновой диполь. Суммарная длина его полотна, очевидно, равна половине лямбда. По центру находится точка максимума тока, куда подключается кабель, а по краям – точки максимального потенциала. А теперь к концам диполя подключим ещё один такой же диполь. Теперь суммарная длина полотна стала равна целой лямбда. Но так как направление тока в полотне меняется каждой пол волны, то в добавленном отрезке ток течёт в противоположную сторону. Например, если в диполе он протекал по часовой стрелке, то в дополнительном отрезке он протекает против часовой стрелки. Но в пространстве полотно сфазировано таким образом, что его половины создают синфазное электрическое поле с той же поляризацией, с которой его создавал бы диполь. То, что мы получили – это петлевой вибратор пистолькорса. Другие известные примеры петлевых антенн – это зигзагообразные антенны, известные также как Харченко, круглые петли, известные как лупы, квадратные петли, которые часто называют рамками, внося путаницу, а также все их сдвоенные и сочетверённые варианты. Во всех случаях длина полотна петлевых антенн кратна целому количеству длин волн. Токи в полотне меняются каждой полволны и сфазированы в пространстве так, чтобы создавать синфазное электрическое поле. В каком направлении распространяется это поле? Максимум диаграммы направленности петлевых антенн всегда расположен перпендикулярно плоскости петли. Петлевые антенны работают с электрической составляющей поля и создают волну с такой же поляризацией, как создавал бы одиночный диполь. Петлевые антенны не имеют никакого отношения к колебательным контурам с сосредоточенными параметрами. Поэтому никакого конденсатора параллельно петле вы никогда не увидите, равно как и сама петля не является сосредоточенной индуктивностью. А как же устроены рамочные антенны? Контурные рамочные антенны представляют собой колебательный контур с сосредоточенными параметрами – конденсатором и индуктивностью. Длина провода рамочной антенны всегда меньше половины длины волны. Поэтому ток течёт в витках индуктивности в одну сторону – либо везде по часовой, либо везде против часовой стрелки. В ферритовых антеннах длина провода может быть значительно меньше, чем половина длины волны. Например, для трёхкилометровых волн может использоваться однослойная обмотка с проводом длиной в пару десятков метров. Очевидное отличие от петлевых антенн – это присутствие конденсатора в колебательном контуре рамочной антенны. Частота этого колебательного контура обычно и подстраивается изменением ёмкости этого конденсатора. Но есть магнитные антенны и без конденсатора. Это вибраторные магнитные антенны. Они представляют собой отрезок полотна, свёрнутый в кольцо и работающий в режиме четвертьволнового резонанса. Рамочные антенны работают с магнитной составляющей волны, создавая в ближней зоне переменное магнитное поле. Максимум диаграммы направленности рамочных антенн лежит в плоскости витков катушки, что явно отличается от диаграммы направленности петлевых антенн. Ну а теперь взглянем на рамку с полуэкраном и взвесим, что нам о ней известно. Сразу бросается в глаза, что диаграмма направленности лежит в плоскости витков. Далее видим, что рекомендованная длина её периметра – четверть лямбда. Конденсатор в контуре отсутствует. Но если предположить, что антенна работает в режиме четвертьволнового резонанса как вибраторная, то конденсатор ей и не нужен. По совокупности этих признаков нам приходится признать, что петлевой антенной она быть не может. Перед нами рамочная антенна. Как же она работает? Самое простое объяснение звучит так. У обычной рамочной антенны диаграмма направленности имеет форму восьмерки в плоскости витков. Если мы заэкранируем одну половину, то откусим от восьмерки один кусок и получим кардиоиду. Меня это простое объяснение не устраивает. По той причине, что есть магнитные антенны, работающие полностью в экране, и по той причине, что у нас здесь неконтурная магнитная антенна с конденсатором. Поэтому я дам своё, более сложное описание. Представим себе четвертьволновый вибратор. Максимум тока приходится на подключаемый конец, максимум потенциала на свободный. Согнём вибратор в кольцо, создав один виток. Теперь ток в полотне расположен так, что создаёт в пространстве противофазные поля. Левая половина создаёт поле в одну сторону, правая в другую. Заэкранировав левую половину вибратора, экран принимает на себя всё электрическое поле вибратора, которое в экране возбуждает противофазный ток по отношению к току в вибраторе. И поле заэкранированной части вибратора оказывается нейтрализовано. Однако такая антенна оказывается несимметричной. Длина вибратора четверть лямбда, а длина противовеса – всего лишь 1 восьмая лямбда. Чтобы побороть несимметричность антенны, конец вибратора замыкают на противофазную точку подключения – оплётку фидера. Это снимает вопрос о несимметричности, но одновременно разрушает четвертьволновый резонанс. Однако на эту жертву идут. Так как любая другая длина полотна была бы согласована ещё хуже. Например, полуволновая рамка имела бы в точках подключения максимум импеданса, а максимум тока приходился бы на верхнюю часть антенны, самую удалённую от фидера. Поэтому используют короткозамкнутую четвертьволновую рамку, которая хоть уже и не работает в режиме четвертьволнового резонанса, но всё равно согласовано лучше других вариантов. Из недостатков данной конструкции отмечу, что суммарное поле заэкранированной половины отлично от нуля, поэтому мы получаем не истинную кардиоиду с резким минимумом, а диаграмму, похожую на кардиоиду, имеющую снижение усиления со стороны заэкранированной половины. Также недостатком является неперестраиваемость данной антенны, так как её частотные свойства зависят от периметра рамки, в отличие от контурных рамочных антенн, частоту которых можно подстроить конденсатором. Однако в контурных магнитных антеннах не будет эффективен полуэкран, так как на чистую магнитную составляющую в ближней зоне он никак не влияет. Сделаем выводы. Петлевые и рамочные – разные типы антенн. Петлевые антенны имеют периметр, кратный целому числу длин волн. И максимум диаграммы направленности перпендикулярно плоскости петли. И никогда не содержат элементов с сосредоточенными параметрами. Рамочные антенны имеют длину провода меньше половины длины волны. Имеют максимум диаграммы направленности в плоскости витков. И представляют собой контур с сосредоточенными параметрами. Вибраторные магнитные антенны имеют длину полотна в четверть лямбда без конденсатора. Рамка с полуэкраном – рамочная антенна с периметром в четверть лямбда с кардиоидоподобной диаграммой направленности в плоскости витка. Надеюсь, я смог прояснить ситуацию с этими типами антенн, и ролик был для вас полезен. Ставьте лайки, вопросы и предложения пишите в комментариях. А также прошу нажать на колокольчик и выбрать «Все уведомления». Потому что по новым алгоритмам YouTube, если вы этого не сделаете, уведомления о новых роликах не будут приходить вообще. Вредное нововведение, но приходится подстраиваться. И раз уж мы сегодня обсуждали петлевые и рамочные антенны, рекомендую посмотреть ролики, посвященные зигзагообразным антеннам и магнитным антеннам. На сегодня все. Удачи вам, друзья!